Доброе утро! Мы приветствуем всех, кто в эти минуты присоединяется к нам на канале Россия. В тоге с вами Галина Алеева. Сегодня хочется напомнить вам об удивительно талантливом человеке. Почему напомнить? Да потому что рассказать о его жизни, о его творчестве, о музыке, которую он любит и которую пишет сам и исполняет, одним утром просто невозможно, потому что не хватит времени. Уроженец Карачаева Черкесии, ярчайший представитель интеллигенции черкесского народа Юрий Борисович Абдоков. И так давно он побывал на своей родине, где встречался с земляками, студентами. И вот коротенькое интервью с ним удалось записать моей коллеге Белли Мамхяговой. Сейчас я предлагаю вам фрагмент этого интервью. Художник со своей интонацией. Так называют кандидата искусствоведения, профессора Московской консерватории, лауреата множества международных конкурсов, премий и фестивалей композитора Юрия Борисовича Абдокова. Он родился в 1967 году в Черкесске. Академическое образование получил в Российской академии музыки имени Гнесинах. Руководителями будущего мастера были крупнейшие отечественные музыканты 20-го столетия Борис Чайковский и Николай Пейко. С 1996 года Юрий Абдоков преподает в Московской консерватории. Музыка композитора исполняется на ведущих концертных площадках мира – Берлине, Италии, Чехии, США, Японии, Португалии, Бразилии и других. В Черкесске в Колледже культуры и искусств имени Аслана Леевича Даурова состоялась встреча с композитором. Впечатлениями о ней, о своей работе и воспоминаниями о своем детстве Юрий Борисович поделился в беседе с нашей съемочной группой. Это была очень важная для меня встреча, потому что это встреча моей родины. Родина не бывает малой, как у нас говорят иногда. Родина одна. Я родился здесь, я впервые здесь почувствовал красоту, я почувствовал себя здесь впервые музыкантом, и я поделился с теми, кто пришел, там были не только молодые, там были люди, которые были взрослыми, когда я ребенком ходил в музыкальную школу, когда бабушка привозила меня туда на санках. Вот я увидел даже этих людей, ровесников моих родителей, я им очень признателен. И я, помимо того, что мы делились какими-то профессиональными секретами, я просто выразил им свою признательность и свой восторг. и хотел поделиться с ними тем, как сложилась моя судьба с тех пор, как 30 лет назад я уехал в Москву и как будто бы остался там. Остался, но никогда не переставал быть человеком той культуры, которая меня воспитала. Организаторы встречи попросили меня рассказать молодым музыкантам о том, что такое стиль. В Московской консерватории, помимо композиторского класса, собственно, я в течение 20 лет руковожу курсом истории оркестровых стилей для композиторов и оперно-симфонических дирижеров. Проблема стиля, она очень важна не только в искусстве, а в жизни вообще. Тем более, что сегодня очень часто, когда говорят о стиле, имеют в виду, конечно, не стиль, а манеру. Вот мы живем в эпоху, когда стиль замещен манерой, а искусство – дизайном. А для серьезного музыканта очень важно понять, что является устойчивой основой его языка – национального, литературного, музыкального, духовного. Вот примерно вокруг этих вопросов мы беседовали, и я понял, что для молодых музыкантов в Карачаево-Черкесии эти вопросы настолько же актуальны, как для студентов Московской консерватории. В консерватории мы занимаемся самыми талантливыми, лучшими представителями профессии, которые отбираются, так сказать, в течение многих лет, и это уже такой, знаете, высший профессиональный статус. Вот. Но в человеческой реакции, в искренности, в непосредственности ребята из Карачаево-Черкесии ничем не хуже своих столичных сверстников, а во многом, может быть, и интереснее. Именно за счет вот этой непосредственности, за счет энтузиазма, за счет желания слушать, учиться, понимать. Не так давно произошло вполне ожидаемое, по мнению Юрия Абдокова, событие. Его ученика Ивана Никифорчина назначили главным дирижером и художественным руководителем Московского государственного академического симфонического оркестра. Это один из старейших и заслуженных филармонических коллективов страны, с огромным репертуаром, с огромной историей, то есть большой историей. И, насколько я знаю, это первый случай, когда 29-летний молодой музыкант назначается на столь ответственный пост в государственный коллектив. Не единственный выдающийся ученик в моем классе. Вот совсем недавно появился такой Эрнест Лавердиан. Он почти наш земляк, он родился и вырос в Краснодаре. Вот подростком появился у меня в консерватории тоже достаточно давно. И вот в июне этого года он впервые тоже вышел как симфонический дирижер в Московской консерватории и имел огромный успех с уникальной барочной программой. Моя мечта привести этих ребят и их коллективы в Карачаево-Черкесию. Я уверен, что жители Карачаева-Черкесии заслуживают того, чтобы им в живом музицировании, оркестровом были открыты шедевры европейской и отечественной симфонической музыки. В течение многих лет я давал бесчисленные мастер-классы не только у нас в стране за рубежом, в том числе и в Карачаево-Черкесии. И нескольких детей мне удалось пристроить в ведущие музыкальные учебные заведения Москвы, в Академию хорового искусства, училище при консерватории. Здесь очень важно, так сказать, очень многих молодых людей, детей консультировал, со многими занимался. Здесь просто необходимо, так сказать, энергии, энтузиазм тех людей, которые воспитывают их. Нужно не стесняться, нужно не бояться ошибаться, нужно уметь рисковать. Когда меня 15-летним подростком из Черкесии отвезли в Москву, я тоже волновался. Я чувствовал себя провинциалом, но на вступительных испытаниях в Несенскую Академию, так сказать, так уж случилось, я не выглядел как провинциал. Здесь, в Черкесске, когда-то был такой магазин в мире музыки. У меня была возможность, родители это поощряли, покупать в этом магазине пластинки классической музыки. И я где-то к 16 годам знал всю европейскую мировую симфоническую музыку достаточно хорошо для своего возраста и даже для взрослого человека. И профессора, которые принимали вступительные испытания в Несенскую Академию, были сражены тем, что вот далеко от филармонических центров человек мог изучить, так вот, так сказать, эти богатства симфонической музыки. У меня не было возможности общаться с нотами, но бог даровал слух и память. И я очень много помню на вступительном экзамене играл из Малера, Брукнера, которые никогда в Карачаево-Черкесии не звучали. И, кстати говоря, здесь вот в библиотеке, в областной библиотеке, тогда, теперь республиканской, была замечательная фонотека с прекрасными людьми. Вот я часто туда ходил, для меня это была моя филармония, это был мой первый университет. Там я открыл для себя всю красоту мировой музыки и что-то понял задолго до того, как стал вникать в это в процессе академического музыкального образования. Вот 15-летним подростком я впервые услышал там записи великого дирижера Форт-Венгелера, оперу Вагнера Тристана Изольда. Мы предложили мастеру что-нибудь наиграть, любую мелодию, которая вмиг пришла на память. Коль скоро мы сейчас находимся вот в учебном заведении, где начал самый музыкальный путь, долгий уже, я наиграю начало пьески, которую я сочинил, будучи ребенком. Будучи ребенком, это была рефлексия, искренняя сердечная рефлексия на одно из самых сильных впечатлений моей жизни, музыкальных, эстетических впечатлений, художественных в моей жизни. Отец иногда, он не был профессиональным музыкантом, как и мама, но они были очень тонкие, тонкой душевной конструкцией люди, очень часто брал меня, будил меня ночью и увозил куда-нибудь к реке, и мы смотрели, как звезды отражаются. В реке, видимо, у него не было, его отец очень молодым человеком погиб на войне, он его не знал, и у него была потребность восполнить через вот это молчание. И вот отец научил меня чувствовать красоту тишины через красоту природы, а с этого и начинается музыка. И вот помню одну такую поездку удивительную. Удивительным образом у меня в качестве какого-то внутреннего ответа на это был музыкальный образ. А он потом еще и подкрепился тем, что через какое-то время мы оказались с ним, не помню, где это было, у кого-то из его друзей в селе, где я впервые услышал, сейчас, наверное, этого уже и нет, мужское хоровое пение горское. Я был сражен. Я не мог тогда это анализировать интеллектуально, я был сражен просто как бы чисто звуковым образом. И до сих пор во мне это осталось как какой-то совершенно неисчерпаемый источник красоты. И вот было мне лет 13 от упору, и это была одна из первых пьесок, которые я пытался зафиксировать. То есть записать, это была уже не импровизация. И вот начало этой пьески я во мной играю. Музыка. 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 Продолжение следует...